Во время того, когда делали вот эти дорожки, здесь брали землю. И, естественно, здесь были заросли, мусорка и большие котлова. Около трёх лет назад территорию возле домов номер 17 и 19 по улице Минской жители начали превращать в стоянку. Во дворе, где нет ни одного парковочного кармана, этот пятачок стал единственным местом, где автовладельцы могут оставить машины. Прежде чем засыпать её и делать всё, мы собрали соответствующие документы и направили это уже с вами в архитектурный отдел. И дальше продолжили каждый, чем кто может засыпать. Очень много КАМАЗовщие было высыпано за свой счёт. Засыпать, организовывать. И были все уверены, что так как документы идут на оформление, мы стоим законно. В проекте, который одобрен отделом архитектуры, на этой территории предусмотрена парковка. Однако программа «Комфортная городская среда» до нынешнего года обходила этот двор стороной. Хотя жителям и было обещано благоустройство. В любой двор зайдите, и беда у каждого дома такая. Нету парковочных мест. Дома очень старые. То есть, вот просто даже пешеходных дорожек нету. Вот. Мы сейчас всё это запланировали, подали в архитектурный. Но вот как гром среди ясного неба, автовладельцам начали прилетать приглашения на административную комиссию. Мол, от одного жильца поступили жалобы на машины, припаркованные на зелёной зоне. Своё недовольство мужчина также высказал и на странице муниципальной газеты. Случайно мы узнали о том, что оказывается, наши машины, фотографии наших машин, и громкое название «Даёшь дворы детям», что мы оказались злостными, да? Да, нарушителями. После того, как мы предоставили все документы в газете, они не хотели долго публиковать. Но так как нас очень много, мы писали, жаловались, они всё-таки приехали с репортажа, мы немножко сняли. Но опять сняли, ну как-то так. Вы ждите, и всё будет хорошо. Но наша проблема осталась, наша проблема. Проблема не только осталась, но и усугубилась штрафами, которые грозят жильцам домов за парковку на зелёной зоне. У нас много машин было, примерно 15 машин было. В администрации говорят, что они каждые два дня могут ездить и выписывать административные штрафы. Да, потому что очень много жалоб. Нашими двумя домами это дело не обошлось. Он написал на все дома – 13, 11, 15. А зачем он написал-то? Вот он стоит спросить. Спросили у этого соседа и мы. Оказалось, что мужчина не ожидал таких последствий и хотел он всего лишь узнать, можно ли убрать парковку и оборудовать здесь детскую площадку. Обратился к Соловьёву и спросил, можно закрыть стоянку и сделать детскую площадку. Я когда в Болголовский весь обратился, они говорят, запишите заявление об ОБХД. Я говорю, извините, я не собираюсь. Я задаю вопрос, а вы мне ответьте и всё. Нет, я не про штрафу. Ну а получается, что про штраф есть? Ну это так уже администрация ответила. Поэтому я и обращаю страдать. Зачем штрафовать, когда дать ответ можно, нельзя и всё. Я ответы не ждал, можно и нельзя, всё. А вы какой ответ хотели? Конечно нельзя. Ну нельзя, нельзя и всё. А зачем штрафовать, я не понимаю. В этом районе всего две платные парковки, которые заполнены. Одна возле Дворца культуры, вторая у Болиза. Тот оставит машины там, но мест на всех не хватает. Вторая проблема, которая вытекает из отсутствия хотя бы нескольких парковочных карманов, когда приезжает скорая помощь или другие экстренные службы, то им негде остановиться, приходится перекрывать дорогу. Просим администрацию разрешить нам организовать здесь парковку. Мы её сами обустроим. Щебёнки, асфальт насыпем, чтобы проблем не было. Всё заасфальтировано. Да, и документы нам дали, чтобы претензий не было, что мы, говорится, как стояли, так и будем стоять. Чтобы нас не гоняли, не штрафовали. Люди проголосовали, все за. После общения с жителями этих домов мы созвонились с руководителем отдела архитектуры Станиславом Лепиховым, который пообещал встретиться с инициативной группой и помочь решить проблему, не дожидаясь, когда во двор зайдёт программа «Комфортная городская среда».